Все, мы пошли в разведку, поедем, посмотрим, где они прячутся. А ну, пацанов Димон, они обычно знают все. Пацаны, а Уткино далеко? Сейчас, давайте. Три-четыре года. Сколько примерно? Сейчас мы поменяли позицию, спрятали машину и попробуем в более высокой точке посмотреть. Просвет, да, и не вижу ее. Это ветка. Не, похоже, что стоит, слышишь, даже наград, похоже. Похоже, даже наград, я тебе хочу сказать. Как машина такая. Да? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, зрение хорошее. А это мало ветка, слышишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, эти отсюда подтянулись в эту деревню. Походу, та колонна с техникой сюда подтянулась, а тут пехота подошла. Потому что эти громы там... Ну да, там техника, если я говорю, людей блять, банк. Люди, мужик, вот так сейчас остановился, я ему говорю, кто он? Она говорит, кто кто? Кропы. Чернухин. Чернухин, он уже хотел на ветку. Я говорю, а что за техника? Он говорит, около 50 штук техники, впереди пошло две БМТ-шки. Говорит, садись шли Уралы, эти, Камазы, говорит, были в пушке. Пушки, говорит, но людей, говорит, очень мало. Вот сюда они технику стянули и притянули оттуда пехоту. Значит, они откуда притащили, наоборот, сюда. Короче, чтобы не тянуть, они где-то точки соприкосновения взяли, вот это Уткино. Ну да, если 50, 50 с единиц техники, это, блядь. И сборный пункт делали. Танков 10, остальной БМП, БТР, это уже сила, блядь, блядь. Укроповский сухпоек. Да, брошенный нашли. То ли... И не один, блядь. И одного двухсотого, блядь. Двухсотого не сходил. Вот так сходили в разведку. Кое-что увидели, кое-что нашли. Сейчас доложим. Командиры решат, что делать. Двухсотого. Командиры решат. Командиры решатся. Продолжение следует...